В этом году исполняется 120 лет с момента открытия клиники глазных болезней. Это первая у нас в городе специализированная клиника, поэтому мы решили отметить это событие отдельной выставкой. На выставке представлены материалы из фондов Саратского областного музея краеведения и также материалы, которые предоставила клиника и кафедра глазных болезней Саратского медицинского государственного университета имени Разумовского. Сейчас это крупное лечебное учреждение, состоит из четырех корпусов, там несколько отделений на базе клиники, действуют межобластные центры. Ранее вся ее история началась с маленькой больницы, которая была построена на благотворительные средства. И, конечно, ведущую роль вообще в создании клиники в начальном этапе ее истории принадлежит Михаилу Федоровичу Волкову. Это врач и видный общественный деятель нашего города. Он происходил из Вольска, из крестьянской семьи, получил медицинское образование в Петербурге и с 80-х годов XIX века работал в Саратове. Специализировался на офтальмологии. И в тот момент было, к концу XIX-начала XX века, небольшое офтальмологическое отделение при Александровской больнице. Других специализированных отделений, которые лечили глазные болезни на территории нашего региона, не было в тот момент. В губернии всего было 3-4 врача, которые предлагали свои услуги как офтальмологи. И вот в этих условиях Волков вел достаточно долгую борьбу за то, что либо расширить отделение при Александровской больнице для лечения глазных болезней, либо создать специализированное. И на его инициативу откликнулось попечительство слепых императрицы Марии Федоровны, которая поддержала, начала сбор средств, тоже пожертвовала крупную сумму. И вот на выставке можно видеть, конечно, фотографию самого Михаила Федоровича Волкова, и также можно видеть лист для сбора пожертвований. Там указаны фамилии жертвователей, кто и какую сумму жертвовал на строительство глазной клиники. Строительство началось в начале XX века, и в 1904 году клиника была построена. Это здание на улице Вольской, 12, из красного кирпича. Мы сейчас его многие видим, кто бывает в центре города. Построена она по проекту известного саратского архитектора Петра Зыбина. Для его строительства, для того, чтобы разработать проект и понять, какой должна была быть глазная клиника, Волков посетил целый ряд европейских глазных клиник и выбирал, Какие же проекты этих зданий более удачные. И выбрал для примера, для образца, для постройки офтальмологический институт в Мадриде, в Испании. Важные изменения в жизни клиники происходят в 1912 году. Если обратиться к истории, в 1909 году был открыт Саратский университет. Там был один факультет, медицинский, и вот в 1912 году при университете создается кафедра глазных болезней. И по соглашению с Волковым, Юдин, создатель, руководитель кафедры, договаривается, что студенты, которые специализируются на офтальмологии, они будут проходить обучение, в том числе и на базе глазной больницы. А в 1917 году клиника полностью переходит в ведение Саратского университета. Врачи клиники, сотрудники кафедры глазных болезней приняли деятельное участие в борьбе с трахомой. Это инфекционное заболевание глаз, очень распространенное в то время, что было связано с низким уровнем гигиены, особенно в сельской местности. И вот наши саратовские врачи деятельно включились в эту борьбу. Конечно, боролись и в стенах клиники, но и также организовывались выезды летучих отрядов. На выставке представлен черновик отчета одного из врачей. Это врач Кононова, который как раз участвовал в деятельности такого летучего отряда. Конечно, важным испытанием в жизни всей страны стала начавшаяся летом 1941 года Великая Отечественная война. И медики, как никто другой, всегда в период военных действий принимают активное участие, продолжая заниматься своим основным делом. В составе санитарных батальонов, различных санитарных служб, саратовские врачи, в том числе клиники глазных болезней, уходят на фронт и зачастую работают на передовой. Это была очень сложная задача в период войны, потому что, как правило, раненому ему нужно было комплексное лечение. При ранении, то есть, как правило, был поврежден не только орган зрения. И с этого времени одним из научных направлений кафедры глазных болезней как раз становится травматология, восстановление органов зрения после ранений и травм. В послевоенное время происходит целый ряд изменений в истории клиники. Например, в 50-е годы при руководителе кафедры Воробьеве открывается специализированное детское отделение впервые при клинике, потому что до этого пациенты-дети лечились вместе со взрослыми. Начали внедряться лазерные методы лечения, в том числе была открыта лазерная лаборатория. Также в этот период возглавлял клинику главный врач Юрий Васильевич Максимов. И вот при Максимове, благодаря во многом его усилиям, клиника значительно расширилась. Если до этого времени это было все одно вот это вот здание, построенное в 1904 году, то в 70-е и 80-е годы строится три новых корпуса, которые сейчас можно видеть, если зайти во двор больницы. Клиника – это база, на которой базируется кафедра глазных болезней Саратовского медицинского университета. Там обучаются студенты, и, конечно, все новшества, которые вводятся в клинике, студентов также к ним приобщают, также этому обучают. Кроме того, на базе клиники проводится повышение квалификации уже действующих врачей-офтальмологов, которые работают в нашем регионе. Продолжение следует...